Задачи на проценты. Число С составляет 25% числа В, а число В составляет 25% числа А. Найдите А деленное на С. По условию число С составляет, а значит равно 25% от числа В. Что такое 25% от числа В? Чтобы найти 25% от числа, нужно перевести число в десятичную дробь, то есть перенести запятую на два знака влево. Получаем 0,25, то есть мы 25% переводим в десятичную дробь. Получается 0,25 и умножить на число В. Отсюда следует, что С равно 0,25 умножить на число В. А число В составляет 25% числа А. Найдем аналогично число В по отношению к числу А. То есть число В равно 25% числа А. А это значит 0,25 нужно умножить на число А. Нам необходимо найти А деленное на С. Поэтому найдем связь А с С. Как это сделать? Для этого нам необходимо число В из второго равенства подставить в первое равенство. Тогда мы получим, что С будет равно 0,25 умножить, а теперь умножаем на число В. Вместо В подставляем 0,25 А. То есть тогда получится у нас 0,25 умножить на 0,25 числа А. Конечно, вот здесь вот можно сейчас перемножить. Получится 0,625 умножить на число А. Но нам этого делать не нужно. Нам нужно найти отношение А деленное на С. Поэтому сразу начнем подставлять. То есть А деленное на С будет равно. Вместо А так и запишем число А. Ставим без изменений. А вместо С запишем вот это выражение. То есть дважды надо умножить 0,25. Само на себя 0,25 умножить на 0,25 и умножить на число А. Теперь на число А можно сократить. У нас получится в числителе единица, а в знаменателе тоже единица. В итоге получаем равно дробь в числителе единица, в знаменателе 0,25 умножить на 0,25. Как проще всего произвести деление? Во-первых, надо избавиться от десятичных дробей в знаменателе. Для того, чтобы избавиться от первой десятичной дроби и записать это число как целое число, перейти к целому числу, нужно умножить на 100. Первое число. Но на второе число тоже нам нужно умножить на 100. Это значит нам нужно дважды умножить на 100 знаменатель. А значит и числитель нужно дважды умножить на 100. Что значит дважды умножить на 100? 100 умножить на 100, то есть получается мы должны умножить на 10000 и числитель и знаменатель. Но мы запишем 10000 как 100 на 100. То есть мы дважды умножаем на 100 вот эту единицу. Тогда получается 100 умножить на 100 мы записали в числителе. А теперь 100 умножаем на первое число и 100 умножаем на второе. Тогда у нас получается 25 умножить на 25. Кто не понял, как было это сделано. Может по-другому, может перемножить. Сейчас получится 0,625 и потом единицу можно будет разделить на 0,625. Получится тот же самый ответ. Теперь 100 на 25 можно сократить. Получается 4. И вторую сотню тоже на 25 мы можем сократить. Получается тоже 4. 4 умножить на 4. 16 первых. То есть в итоге получается число 16. Это значит, что в ответ мы должны записать число 16. Пишем ответ. Ответ 16. Задача решена. Кто понял, не забывайте ставить лайк.